Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Михаил и в этом видео хотел бы рассказать вам о всех редких монетах Украины, номинал 50 копеек. Напомню, что этот номинал один из немногих, который до сих пор является законным платежным средством. Соответственно каждый из вас может получить 50 копеек на сдачу и кто знает, возможно именно вам придется редкая дорогая монета. Но о том как ее определить я вам сейчас расскажу. Начнем мы конечно с 92 года и тут друзья послушайте меня очень и очень внимательно. Это самый распространенный год в истории чеканки монет Украины, его тиражи исчисляются сотнями миллионов, это относится не только к этому номиналу, но и ко всем остальным, помимо двух копеек. Поэтому большинство монет 92 года не стоят ровным счетом ничего. Однако в этом году было огромное количество редких разновидностей, некоторые из которых являются редкими и ценными. И об этом я снимал отдельное видео, я считаю его одним из лучших на своем канале, поскольку там наглядно показаны все более-менее стоящие разновидности 50 копеек 92 года. Сейчас всплывет аннотация и вы сможете посмотреть это видео или же сейчас, затем досмотреть это или же после просмотра этого видео, как вам будет удобно. Поскольку если я вновь буду об этом всем рассказывать и еще и рассказывать об остальных 50 копеечных монетах, то видео выйдет очень затянутым. Надеюсь вы меня поймете, ну а мы двинемся дальше. Переходим к 94 году, здесь в принципе похожая ситуация как и с 92, то есть большинство монет не стоят ровным счетом ничего, кроме своего номинала. Однако есть здесь две разновидности, которые заслуживают особого внимания. Это разновидности 1.1 АГМ и разновидность 1.2 АЕС. Уверен, что большинство эти обозначения абсолютно непонятны, поэтому давайте разберемся. Разберем разновидности Аверса монеты, где у нас находятся трезубец. Здесь у нас всего их две в этом году. Это штамп 1, который находится перед вами, и штамп 2. Как же их отличить? Мы должны обратить внимание на нижнюю часть трезубца. И здесь у нас основание, вот в нижней части, само основание трезубца, оно достаточно такое толстое, а сами отверстия маленькие. Если мы сопоставим это со вторым штампом, то увидим весомое отличие, поскольку здесь, наоборот, само основание в нижней части, оно несколько тоньше, а вот отверстия, они за счет этого кажутся больше. Я думаю, это точно отчетливо видно. И к чему это сравнение? К тому, что у нас существует две разновидности. 1,1 АГМ, которая очень и очень дорогая. И разновидность 2 АГМ. То есть у них идентичный реверс, штамп АГ, так называемая трапеция, идентичный гурт, но разные Аверсы. Так вот, редко является монета с Аверсом 1. Касаемо реверса редкой разновидности, 1,1 АГМ, это у нас штамп АГ, для которого главной отличительной особенностью является то, что у него промежуток между листом и отростком образует форму трапеции. Это отчетливо видно, особенно при определенном освещении. Вот здесь у нас такая перегородочка, как верхнее основание трапеции. Здесь также это видно. Здесь. Вот здесь, здесь, шестая, седьмая, восьмая, первая грозь. Вот в них особенно отчетливо это видно. В некоторых грозьях не так отчетливо видно. Ну, если внимательно присмотреться, то, в принципе, вот штамп АГ определить достаточно просто. Поэтому будьте внимательны. Давайте сложим все воедино. Штамп 1 с маленькими отверстиями в нижней части трезубца. Штамп АГ, так называемая трапеция. И мелкий гурт, 16 рифлений в одном сегменте. Касаемо второй разновидности 1, 2 АЕС. Здесь все куда проще. Здесь нам не нужно вдаваться в AVERSE, REVERSE. Здесь вся особенность монеты заключается в ее гурте. У 50 копеек существует всего три разновидности гуртовой насечки. Это мелкая насечка, то есть 16 насечек в одном сегменте. Средняя насечка, то есть 8 насечек в одном сегменте. И крупная насечка, то есть 7 насечек в одном сегменте. Так вот, если вы находите 50 копеек 1994 года со средним гуртом, то есть 8 насечек в одном сегменте, это очень редкая монета. Разновидность 1, 2 АЕС. Но там также есть другая разновидность, но она является пробной. И стоимость такой монеты может быть просто запредельной. Дабы не быть голословным, я обращусь к проходам сайта Виолити. На данном сайте коллекционер абсолютно любой тематики сможет приобрести для своей коллекции интересные вещи. Виолити на рынке уже 16 лет, и безопасность ваших сделок стоит для них в приоритете. Ссылочка будет в описании, приходите, покупайте экземпляры для своей коллекции. Хотел бы отметить, что у Виолити очень удобный поиск. То есть, к примеру, мы можем выставить поиск по цене, от меньшего к большему. И, соответственно, на последней странице у нас будут самые дорогие лоты по данному запросу. Так вот, у нас здесь есть трапеция за 3778 гривен. Еще одна трапеция за 4000, потом серебро, серебро. Еще одна трапеция за 4520 гривен была куплена. И видим 1, 2 АЕС, то есть это средний гурт, 8 насечек. За 14800 гривен какой-то коллекционер приобрел такую монету. Притом, ну, посмотрите, она выглядит как абсолютно обычная монетка, ничем не примечательная. Но гурт действительно у данной монеты особенный. 8 насечек мы здесь видим в одном сегменте. И вот именно для 1994 года эта особенность, конечно, является очень ценной. И, конечно, самым дорогим лотом. Вот был буквально вчера продан данный лот. Вот, это, безусловно, хулиганка, то есть 50 копеек очканья на заготовке у 20 копеек от советского Билона, в общем-то. Конечно, найти такую монету в обращении не представляется возможным. Что не скажешь о монете 1, 2 АЕС. Возможно, именно вам повезет. С 95-м годом все гораздо-гораздо проще. В обращении встречается всего две разновидности. Они заключаются в гурте. Он может быть крупным, может быть мелким. Ну и то, на стоимости это абсолютно никак не отображается. Стоимость монеты в обычном обиходном стоянии составляет порядка 5 гривен. Такая же монета, она, в принципе, достаточно хорошая. Имеет остатки штемпельного блеска. Достаточно приятный, хороший экземпляр. И стоимость такой монеты может составлять, ну, до 20 гривен. То есть монетка очень-очень недорогая. В 96-м году тоже в обращении встречаются две разновидности. С мелким и с крупным гуртом. Монета с крупным гуртом, как у нас, стоит порядка 100 гривен. Она является более распространенной. Монета же с мелким гуртом встречается гораздо реже и стоит порядка 600-700 гривен. Монета 2001 года чканилась тиражом в 5000 экземпляров для годовых наборов. Но все же такие экземпляры просачиваются в обращении. Вот видите экземпляр из обращения. Был найден моим подписчикам. Стоимость монеты вот в таком состоянии составляет порядка 1200-1300 гривен. Наборная же монета будет стоить несколько дороже, где-то 1600-1700 гривен. В 2003 году была похожая ситуация, поскольку монеты чканились для годовых наборов, также тиражом в 5000 экземпляров. Однако годовые наборы так и не были выпущены, в связи с чем часть монет оказались в немецких наборах, часть были направлены в обращение. И поэтому достать такую монету куда сложнее, чем монеты 2001 года. И ее стоимость, конечно, значительно выше. Стоимость монеты вот в таком вот обиходном состоянии, она также была найдена моим подписчикам, составляет порядка 2000 гривен. То есть мы видим здесь некоторое пятночко, но так в целом монета в приемлемом состоянии и 2000 вполне может стоить. Если же монета будет в идеальном состоянии из набора, то ее стоимость может превышать 3000 гривен. Очень редкая и дорогая монета. Также хотел бы отметить, что ограниченными тиражами для годовых наборов в качестве чеканки Proof чеканились монеты 50 копеек 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020. В зависимости от их тиражей цена может колебаться от 200 до 600 гривен. Но, конечно, найти такие монеты в обращении практически не представляется возможным, поскольку весь тираж направлен на годовые наборы. Да, монеты иногда из них изымают, но лишь для того, чтобы продать их поштучно, а не направить в обращение. Поэтому, конечно, надеяться на то, что вы найдете такую монету в копилке или же полученную отдачу не стоит. Но все же, я думаю, ими можно дополнить список редких монет Украины на новом 50 копеек. Ну а на этом, в принципе, все. Надеюсь, данное видео было интересным и, конечно же, полезным. В таком случае ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч и всем пока! До новых видео!